Здравствуйте, меня зовут Павел Джулай, я психолог. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же быть, когда в вашей семье рождается ребёнок. Принято считать, что когда рождается ребёнок, это исключительно счастливое событие. Однако есть нюансы, которых стоит учитывать для того, чтобы счастье действительно не было ничем омрачено. Когда рождается ребёнок, в семье происходят серьёзные изменения и меняются обстоятельства, как социальные, так и психологические, и даже интимные. То есть меняется финансовое расположение, то есть ребёнок вносит серьёзные коррективы в семью. И если к этому не готовиться, может случиться так, что такое радостное событие внесёт даже конфликты между мамой и папой. Что же происходит? Когда рождается ребёнок, мама начинает полностью уделять внимание своему ребёнку, то есть полностью поглощая на им. И отец остаётся как бы не в удел. И поэтому эта цепочка, то есть даже если они жили хорошо, у них всё было замечательно, и по всем другим параметрам всё остаётся по-прежнему, но они меньше общаются, они меньше взаимодействуют, это взаимодействие полностью меняется. И может случиться так, что отец начинает испытывать некоторое напряжение, потому что он не знает, как себя вести, он не знает, возможно, как поддерживать свою жену. И это, естественно, является такими точками конфликта. Что ещё происходит? Как я сказал, что мама поглощена ребёнком, то есть она не занимается своим мужем, и ему приходится искать поддержки и подпитку, находить где-то в другом, потому что ребёнок всё полностью забирает у мамы. И в этой ситуации очень важный момент такой, чтобы для того, чтобы подготовиться, нужно максимально осознать, что происходит в семье, какие конфликты есть, какие недомолвки. То есть это нужно сделать до того, когда ребёнок ещё родился, для того, чтобы понять, не произойдёт ли раскол, когда появится новый человек. Второй момент — это какие, скажем так, потребности есть у каждого. То есть что он хочет, что бы ему хотелось в тот момент, когда будет новый человек. То есть как будет уделяться внимание, как будут обсуждаться проблемные вопросы, как будут решаться ситуации, когда, например, у мамы нет настроения, а настроения у неё не будет очень часто. Почему? Потому что, во-первых, физиологические, гормональные изменения. Во-вторых, у мамы может не быть настроения именно из-за того, что она уставшая. Она постоянно находится, скажем так, на постоянной работе. То есть она будет в изменённом состоянии. И поэтому здесь максимально нужно разобраться, как преодолевать вот эти эмоциональные проблемы. Ещё один момент, чтобы конфликтов не возникало или они были, скажем так, проходили как можно мягче, необходимо обсуждать моменты уединения. То есть как будут происходить ситуации, когда мама будет, то есть жена будет уделять время мужу, когда мама будет уделять время себе, кого будут просить о помощи, если, конечно, таковая помощь есть. И это всё необходимо максимально обсуждать. И вот когда уже ребёнок родился, очень важно, чтобы папа не самоустранялся. Потому что если папа помогает маме, если он, например, поднимается, когда ребёнок плачет, или хотя бы иногда подменяет маму, то есть это сближает их. Если отец говорит, то есть муж говорит, что я работаю, я устаю, и мне нужно на работу, и он не помогает своей супруге, то, естественно, это вносит определённые обиды, конфликты, и это ухудшает отношения. И тогда ребёнок невольно становится причиной конфликта. То есть может сложиться так, как будто отец думает, что из-за ребёнка у него конфликты с мамой. То есть он думает об этом несознательно, то есть он находится на подсознательном уровне. И это может портить отношения, вносить раздражительность и как снежный ком. Поэтому максимально, что нужно делать, это помогать друг другу и максимально обсуждать, что бы ни происходило. Потому что именно в обсуждениях двух взрослых людей как раз-то разрешается много проблем. Если проговаривать, и при этом важно использовать такую формулу, не ты виноват, не ты мне не помогаешь, а когда ты мне не помогаешь, мне очень сложно, мне нужна твоя помощь, что бы ты мог бы сделать. То есть когда это будет преподноситься в такой форме, естественно, конфликты будут все регулироваться, и рождение ребёнка, его воспитание будет максимально счастливым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова